Я пресс-менеджер фонда «Дорога в дом», в котором мы сейчас находимся. Фонд существует, вот в этом году нам исполнилось 20 лет, и за, ну, если считать так, от времени основания, там сделано было очень много разных добрых дел, опять же, в разных направлениях. Сейчас у фонда есть два основных направления, в которых мы работаем. Это работа, социальная и психологическая реабилитация детей из кризисных малообеспеченных семей, а также детей из семей вынужденных переселенцев из зоны АТО. И второе большое направление – это профилактика ВИЧ-СПИДа среди потребителей инъекционных наркотиков. Но это совсем другой департамент, мы просто под одной крышей, просто у нас разные функции именно вот в работе. Что касается детского центра, то мы находимся, скажем так, в главном офисе, в главном центре детского департамента «Дороги к дому». Кроме этого в городе у нас еще пять отделений. Вот, есть на Молдаванке, есть на Лузановке, есть в санатории Куяльник. Да, в принципе, основные перечислили. Непосредственно здесь находятся три центра. Вот, куда бежит ребенок, там центр для самых маленьких, для деток дошкольного возраста. Вот, потому что там по разным, скажем так, обстоятельствам родители самостоятельно не могут дать ребенку, ну, не то чтобы образование, да, ту же заботу, любовь, тепло, плюс отец, а будь. То есть проблемы у людей разные, вот, но лучше пусть они его приведут сюда, и пока ребенок в течение дня находится здесь, они могут заниматься своими, там, какими-то решениями своих проблем, помощь, ой, помощь, работать, там, с документами разбираться. В это время ребенок будет здесь находиться. Вот, что касается деток более взрослых школьного возраста, они могут здесь находиться по заявлению своих родителей. То есть, опять же, если семья малообеспечена, семья не хватает средств для того, чтобы ребенка поставить на ноги. Опять же, если у нас в фонде есть место, то ребенка могут привезти сюда, написать заявление, предоставить копии документов своих ребенка, и ребенок у нас будет здесь находиться. Отсюда, от нас он ходит в школу, он посещает наши различные кружки, наши центры, которые здесь находятся, вот. Ну, плюс социальная помощь, там, не знаю, гуманитарная, скажем так, одежда, обувь, питание, посещение различных культурных, массовых, спортивных мероприятий. То есть, все, что здесь есть, доступно для детей. Здесь очень много разных направлений, пойдем, что я вам буду показывать. Точнее, много разных отделений. Сейчас пока еще большая часть детей находится в школе. Они все ходят в церковь образовательную школу, она здесь на Пастера находится. У нас с этой школой подписан договор о сотрудничестве, и все наши воспитанники занимаются в этой школе. За что отдельная благодарность руководству школы, что они идут нам навстречу всегда. Это, скажем так, комната отдыха. Вот послешкольное свое время дети проводят здесь. Здесь есть компьютерный класс, есть телевизор, это из развлекательных, скажем так. А из более таких серьезных здесь проходит подготовка занятий, ну, послешкольных занятий. То есть, они здесь делают с педагогами домашнее задание, они посещают наши кружки, которые здесь работают. Здесь несколько раз в неделю, ну, у каждого свой график определенный. Сюда это гимнастический зал. Вот, так как у нас сейчас небольшая перенаселенность, в связи с тем, что вынужденным переселенцам мы выделили несколько комнат в социальном общежитии, то часть взрослых пацанов, мальчишек живет здесь временно. Вот, когда была активная волна, когда переселенцы начали приезжать в Одессу, здесь было заставлено все раскладными кроватями и в соседних помещениях. То есть, у нас ежедневно проживало, ночевало, скажем, там человек 50 до 50. То есть, везде, где можно было спать, мы везде выделяли место. Хорошо, что это было лето, и там особо не одеял, ничего не надо, то есть, матрас можно было постелить, и люди спали. То есть, тут группами просто сюда приезжали и находились здесь. Потом уже находили себе жилье, либо же там переезжали в социальные центры, которые государство предоставляет. Тот же паяльник, на Лузановке тоже центр есть. Вот, но когда был пик, здесь было очень много людей. Вот, ну, это место, ну, еще плюс, исполняют функции гимнастического зала, где проходят занятия танцевальные, хореографические. У нас есть своя хореографическая студия, которую бессменно ведет 8 лет Оксана Максименко. И наши дети приходят к ней, танцуют. Ну, не только танцуют, это плюс еще и физическая реабилитация. Вот, участвуют в различных мероприятиях, конкурсах танцевальных, вокальных, пластических, театральных. То есть везде, где можно участвовать, мы стараемся везде наших детей, чтобы они приняли там участие. Вот один из последних, одно из последних мероприятий, танцевальный, всеукраинский конкурс «Краски детства». В общем, самую высокую номинацию в своем возрасте, туда девочек возили от 15 и старше, они взяли первую номинацию. Перед этим мы там же выступали, были в третьей номинации. Ну, как-то вот, то есть, да, были третьи, стали первые. То есть это большое достижение, это одно из достижений. Но тут, в принципе, за разные годы, за разное время наши девочки танцуют, танцуют, выступают. Ну и плюс, конечно же, танцуем здесь, когда проводим здесь мероприятия различные. Вот, из соседней комнаты все оттуда выносится, и там организуется такой вот небольшой театр, и проводится какой-то там, делаем какой-то спектакль, мизикл, все что угодно. Вот, у нас несколько главных, скажем так, доноров, это называется доноры. Это фонд Юнисеф, детский фонд Юнисеф в Украине. Вот, это фонд шведской королевы Childhood Foundation, и это Caritas Germany. Это наши основные доноры, за счет которых ведутся наши основные программы. Развивающие, реабилитационные, обучающие и так далее. Кроме этого, хотелось бы отметить, что, в принципе, у нас есть четкое выделение какого-то финансирования на четкие программы, но бывает порой на самые элементарные вещи. Например, вот приходит ребенок, говорит, у меня ботинки порвались. Вот, у нас средств на покупку новых ботинок, его нет, потому что нам неоткуда взять. У нас хорошо развита система, то есть мы создали группу в Фейсбуке, у нас есть группа ВКонтакте, нас хорошо знают, и развит такой локальный фондрайзинг. То есть мы обращаемся к каким-то людям, одесситам, предпринимателям, предпринимателям, просто людям. Мы говорим, нам не нужны деньги, вот есть ребенок, и ему нужно, пожалуйста, помогите нам в этом. Вот, и все это вот по такому сарафанному радио работает очень хорошо, потому что на протяжении трех лет мы проводим благотворительные марафоны, называется «Подарим детям праздник». Ведутся, по-моему, с 13-го года. Каждые полгода мы тоже кидаем клич в массы, и люди по возможности приносят какие-то подарки детям. Опять же, мы не просим никаких денег. Вот есть ребенок, ребенок хочет на Новый год, ну, не знаю, там, mp3-плеер. Вот, и перед Новым годом, пока идет марафон, приходят люди, вот коробка с mp3-плеером для этого ребенка. Там его фотография, вот, то есть никуда подарок уже не денется. И вот конкретно на праздничном мероприятии, которое там 26-27 декабря проводится, каждый ребенок получает подарок. В этом году, точнее в прошлом году, мы подарили подарки 305 или 307 детей. Начиналось все только с 20 или с 30 детей. Это была наша инициатива, и, то есть, друзей было мало. С каждым годом друзей все больше. Вот, то есть мы планируем стартовать к 1 июня, будет большой марафон, я надеюсь, если ничего не изменится, и тоже будем дарить подарки. Потому что есть дети здесь, а есть дети, ну, то есть, в тех же кризисных семьях, в том же Куяльнике, центр Росток-на-Лузановке, на Мясоедовской, на Генерала. Я помню, как эта улица называется. Петрова. Не, не, не на Генерала Петрова, наверное, на Генерала Лазарева, или как она, на Молдаванке, там, где 11-й трамвай ходит. Там центр для дошколят, и везде, и каждый ребенок хочет к Новому году какой-то подарок. То есть непосредственно в Одессе тоже есть люди, которые содействуют, помогают, да, доноры. Людей очень много, и в основном, то есть, как говорят, благотворительность, это такая штука, где не надо демонстрировать свое лицо, да, свое дело действовать. Люди подарили. А давайте мы вас напишем на сайте, я вот им предлагаю, там, не знаю, там, расскажем всем, нет, не надо, вот мы подарили, мы принесли, нам ничего больше не надо. Вот это, наверное, самое главное. И если бы не эти люди, если бы не какая-то помощь, нам было бы, конечно, намного тяжелее просто помогать. Потому что каждый день что-то происходит, каждый день что-то надо. У нас сломалась крыша в детском центре, она всю зиму текла, мы активно собирали стройматериалы, чтобы поменять эту крышу. Вот, как-то частично ее залатали, но все равно помощь нужна. То есть, она продолжает течь, слава богу, сейчас мне течет хоть дождь на улице, вот, надеемся, к лету как-то ее отремонтировать, вот, опять же, с помощью людей. И это все, директор ваш, как зовут? Директор руководства Сергей Костин, президент нашей организации, бессменный. Нет, у нас есть боевая единица конкретно, вот, девушка, которая очень активно кидает клич и очень активно сюда что-то постоянно подтягивает. У нас тоже проблемы в центре, на Мессоедовской, центр милосердия. Он тоже для детей, подростков из семей переселенцев, плюс дети тоже из неблагополучных семей туда приходят, там в течение дня находятся. Там тоже большая проблема с крышей была, ну, там здание, оно немножко уже такое, оно старенькое, там нужен тоже большой ремонт. Вот, мы сделали тоже, помогли люди, строим материалами, мы там сделали крышу, сейчас тоже нужен ремонт, я не знаю, как сейчас он там проходит, вроде проходят, коллеги говорят. Вот, тоже все, что-то мы закупаем, что-то нам приносят, и если бы не люди, то ничего бы, наверное, не получилось. Ну, и благодаря, как вы говорите, вот девушка активная, которая одесситка, я так понимаю, да? Да, конечно, все одесситы у нас. Она сказала знакомой, и та сказала знакомой, ну, как это обычно, как это обычно работает. Активная сарфанарати. Хотелось бы, конечно, чтобы помощи было больше, чем есть сейчас, но мы прекрасно понимаем, в какое время мы живем, и то, что люди уже помогают, приносят, за это им отдельное спасибо. Потому что просто тоже раз агентство недвижимости созвонились со мной. Говорят, ой, к нам приходил ваш распространитель газеты, ну, вот газета, которую я вам дал, она распространяется еще в городе. Вот, то есть это единственный заработок тот человеку просто продает. Он принес ее в офис, они заинтересовались, созвонились с нами, и там спустя пару дней привезли пять или шесть вот таких огромных мешков детской одежды. Это же у себя, у своих пособирали и передали нам. Мы, соответственно, передали сюда, а тут уже сотрудники, они просто знают, кому что надо, да, или отдать другой центр, например. То есть вот так вот это работает. Артем, как часто приезжают доноры с делегациями, или приезжают ли вообще? Доноры с делегациями, нет, ну, естественно, они нас посещают. То есть они не только нас посещают, то есть, скажем так, мы в их списке, то есть они обязательно приезжают к нам, также они обязательно встречаются с руководством города, потому что программы, которые они реализуют, мы только часть этих реализаторских программ, потому что они встречаются, они проводят круглые столы с тем же мэром, с областной власти, с кем? С Марией Гайдар, как у нее должность там называется, она этот, помощник по социальной работе, то есть вот с ними активно сотрудничаем. Ну и, естественно, приезжают сюда, смотрят на работу, знакомятся там, общаются с персоналом, общаются с детьми, узнают, что и как вообще происходит. Ну, в принципе, мы всегда открыты, наша отчетность тоже, в принципе, открыта, и нашу деятельность можно не просто где-то по бумажке посмотреть, вот то, что сделано, а прийти сюда и все увидеть. Здесь конкретно жили бывшие уличные дети-подростки. Мы забирали с улицы, мы находили родителей, если они, конечно, есть. Если он бегунок из какого-то государственного учреждения, то ставили в известность, передавали туда, либо же они приезжали, специалисты забирали этого ребенка, вот. Ну и программы, конечно, были немножко другие, потому что там была борьба и с токсикоманией, и с наркоманией, и с инъекционной, вот, и многих детей удалось вытащить действительно. Если не поддерживаю в своих социальных сетях, или так, пообщаемся. Один там уже женился, у него есть ребенок, а вот у девочки уже трое детей, а вот там муж есть, а вот там работа есть. Конечно, ну, не все такие случаи, ну, скажем так, удачные, но большинство действительно удалось поднять на ноги. По крайней мере, научили их читать, писать, общаться нормально, уметь зарабатывать деньги и самое главное, ценить это. Не то, что им дается, дается, а то, что они в будущем сами должны это зарабатывать и для себя, и для своей семьи, которая создастся. То есть это все, то есть тогда здесь было так. Сейчас ситуация поменяла, сейчас мы больше работаем конкретно на детей из малообеспеченных кризисных семей. Немножко другой подход, другая стратегия должна быть, потому что совершенно отличается, то, что одна группа, это вторая группа наша рабочая. Ну, вот наш социальный патруль, в принципе, команда неизменная, то, с чего вообще работа все строится, начинается наша.